Добрый вечер! В студии Сабина Салимова и вы смотрите новости на телеканале Истранет ТВ. Наши корреспонденты подготовили для вас картину дня и расскажут о самых важных и значимых событиях Истринского района. Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ООО «Истранет» стала победителем областной программы «Безопасный регион». Для обеспечения безопасности Истринского района на объектах социальной сферы будут установлены системы видеонаблюдения. Подробности в нашем репортаже. В понедельник по итогам электронного аукциона на право создания систем видеонаблюдения было вынесено решение о назначении компании «Странет» исполнителем проекта «Безопасный регион» на территории Истринского района. Он направлен на создание систем видеонаблюдения на объектах социальной сферы, например, на территориях школ, детских садов и в других общественных местах. Делается это для предотвращения террористической, криминальной, экологической и других видов угроз для населения. Благодаря этой системе можно будет проще установить факты нарушений, распознавать лица, номера машин и другие детали. Программа «Безопасный регион» готовилась нашей компанией очень давно. Мы надеемся, что данная программа поможет нашему городу, нашему району стать более безопасным, снизить уровень преступности. И наши жители, наши дети будут спокойно ходить по улицам. Также мы, честно сказать, рады, что мы сможем принять участие в государственной программе «Безопасный регион» и помочь нашему населению. Установка 22 камер является одним из первых этапов этого огромного проекта. Всего предполагается установить несколько тысяч камер видеонаблюдения, которые будут подключены к системе 112. Уже известны первые несколько объектов. В городе Истра в них вошли СОЖ номер 2 и детский сад номер 20. В Детовске средняя школа номер 1 и детский сад номер 2. Во-первых, это предотвращение различных чрезвычайных происшествий, особенно криминального характера, связанного. Потом сознание человека, оно будет, я думаю, что меняться, когда он будет знать о том, что территория находится под контролем, видеофиксация осуществляется. Я думаю, что многие задумываются о совершении не только криминальных проявлений, но и вандальные моменты тоже, я думаю, что будут как-то предотвращены. Уже на протяжении многих лет Истранет успешно сотрудничает с МУП, Истринское ЖЭО, ОМВД по Истринскому району и другими организациями. На улицах городских и сельских поселений в режиме реального времени работает уже более двух сотен камер. Фарида Кчеткова, Дмитрий Гинкул, Истранет ТВ За решение одной из извечных проблем плохих дорог взялись в Павло-Слободском сельском поселении. Подробнее смотрите в нашем сюжете. Обычно жители деревни Лобаново своими силами чинили дорогу, засыпали ям и щебнем и кирпичами. Вячеслав Солопов отсутствовал здесь около недели, по возвращению сильно удивился. Вместо грунтовки здесь лежит ровный асфальт. Дорогой сейчас довольны, потому что раньше здесь приходилось самим дорогу ремонтировать и бетонировали, часто подвеска ломалась. Вот сейчас стало очень удобно. До этого здесь дорога была хорошая, но так как население увеличилось и дорога стала приходить негодность. Поэтому приходилось самим делать. Даже были удивлены, что так быстро сделали дорогу. Похожая ситуация происходила и в деревне Черное. Здесь асфальта никогда не было. Теперь по центральной улице можно спокойно передвигаться на автомобиле, не боясь повредить подвеску. Да и пешеходам стало намного безопаснее. Улицы оборудовали лежачими полицейскими. Во многих деревнях у нас отсутствовали дороги. И вот сейчас у нас пошла программа, первые шаги. Мы начинаем по центральным улицам наших деревень, где грунтовые дороги, делать нормальную проезжую часть, асфальт. Не как это было раньше, грунт, когда проходят дожди, люди тут по щиколотку в грязи, особенно пешеходы, машины застревают. Сейчас стараемся делать все к лучшему для комфортного проживания наших жителей. Благоустраиваться будут не только деревенские дороги. На улице Карла Маркса в селе Павловская Слобода тоже отсутствует асфальт. Пробираться в дождь по этой дороге очень трудно. Наступит праздник и на этой улице. Ее заасфальтируют к концу августа. Также в планах у администрации сделать здесь пешеходные покрытия, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. Максим Рыков, Михаил Моралов, Истранет ТВ. Сотрудники компании Истранет приготовили летний сюрприз для новых абонентов. При подключении к сети интернет с 1 июля по 31 августа 2016 года вы получаете скидку 15% на ТВ-приставку, плюс пакет бесплатных телеканалов. Подробности акции вы можете узнать в офисах компании Истранет. В Снегиревском доме культуры новый директор. Ранее этот пост занимала Ольга Афонина, но по личным причинам она оставила эту должность. И теперь ее занимает Александра Ваваева. Александра – человек здесь не новый. В стенах этого здания, а конкретно в школе искусств, она работала делопроизводителем. А также за ее плечами работа в сфере спорта, музыки и воспитания. У меня высшие два образования. Первое – педагогическое, с правом преподавание музыки. Второе – образование психолог, преподаватель психологии. Вот сейчас на третье образование иду управленческое. Александра уже наметила планы на будущее. Одной из своих первоочередных задач она видит создание пешеходной дорожки рядом с Домом культуры. Поскольку здесь достаточно высокий автомобильный поток, переход однозначно повысит уровень безопасности детей, которые здесь занимаются. В течение всего года в конно-спортивном клубе «Дивный» проходили этапы соревнований по конкуру, где спортсмены за каждое призовое место набирали баллы. Минувшие выходные прошли финальные катания на лошадях, где были выявлены абсолютные победители этого турнира. В турнире принимали участие спортсмены из Москвы и Подмосковья. В первом маршруте последнего дня в преодолении препятствия высотой 130 сантиметров участвовали 9 пар профессионалов и 7 пар любителей. Но справились с этим заданием не все всадники. За неповиновение лошади были исключены 4 пары участников. Абсолютным победителем соревнований по конкуру на маршруте до 130 сантиметров стал Сергей Додонов. В корте я давно, в абсолютном первенстве первое место, первый раз. Много было этапов, 7 этапов, полуфинал, финал. Лошадь у меня достаточно молодая, только выходит на мировой уровень. Будем надеяться, что теперь победы будут чаще. В перерывах между соревнованиями выступали музыкальные группы и детская сборная КСК «Дивный» по вольтежировке. Это такие гимнастические упражнения, выполняемые спортсменом на лошади, движущейся по кругу. В этом виде спорта далеко не все зависит от наездника. На ринге, можно сказать, выступает команда. Именно поэтому засчитывается результат пары – наездника и лошади. На него влияет много факторов – навыки, эмоциональный настрой и, конечно, взаимопонимание. Анастасия Толчеева, например, заслугу за победу практически полностью приписывает своему коню. В финале этапа гран-при принимали участие лучшие спортсмены. По итогам 2015-2016 года. Они преодолевали препятствия на 15 сантиметров выше, чем участники предыдущего этапа. Высота их составляла 145 сантиметров. Это была самая зрелищная часть мероприятия. Все спортсмены показали себя отлично. Но побеждает сильнейший. Маршрута гран-при стала кандидат в мастера спорта Анастасия Макаренко. На лошади по кличке Кранчи де ля Рок. Конно-спортивный клуб «Дивный». Спортсменка награждается кубком с золотой медалью, букетом цветов, денежным призом, подарками от партнеров соревнований. Ее лошадь розеткой и сладкой морковью. Конечно, я очень довольна, потому что это самый большой конкурс сегодняшнего дня, самый большой конкурс турнира и заключающий конкурс сезона. Я первый раз выигрываю такую высоту, и мой хозяин лошадей моих очень доволен. В общем, я счастлива, горда. Такие соревнования в конно-спортивном клубе «Дивный» проводятся уже второй год подряд. За это время вырос уровень профессионализма спортсменов и уровень самих соревнований, говорят организаторы. Это подтверждает интерес зрителей. Никто не покинул своих трибун до самого конца мероприятия. Компания «Истранет» запустила новый сайт доступа городским камерам. Теперь вы можете следить за тем, что происходит в Истре в режиме реального времени. Также для вас доступен архив видеозаписей. В случае необходимости вы всегда можете зайти на сайт frecam.istranet.ru и найти любой интересующий вас эпизод из жизни города. И о погоде. Завтра, 17 августа, в Истринском районе ожидаются дожди. Они прекратятся лишь к вечеру. Температура воздуха достигнет 20 градусов. К ночи опустится до 16. Ветер южный до 5 метров в секунду. И это все на сегодня. Следующий выпуск новостей телеканала «Истранет ТВ» смотрите завтра в 8 вечера. Будьте в курсе всех главных событий Истринского района. Следите за новостями вместе с нашими корреспондентами. В студии для вас работала Сабина Салимова. До встречи!